Сегодня в Киеве около полудня был убит Денис Вороненков, бывший депутат Российской Госдумы, а ныне гражданин Украины. И главное, один из ключевых свидетелей по делу о государственной измене Януковича. Завтра Вороненков должен был давать показания и направлялся в отель «Премьер Палас» на встречу с еще одним свидетелем по делу Ильей Пономаревым. Убийство произошло у входа в гостиницу, расположенной в самом центре города. Практически в шаговой близости от отеля офисы силовых ведомств, управление столичной полицией и главного управления СБУ, а еще Киевская мэрия. Но киллеру никто не помешал. А чуть меньше года назад, также средь бела дня и буквально в полутора километрах отсюда, подорвали в машине Павла Шеремета. Заказчиков и исполнителей в МВД не назвали до сих пор, как в день убийства Шеремета. Сегодня с заявлениями выступали все силовики. Звучали версии и предположения, но вот ответа, как и почему допустили убийство основного свидетеля в деле Януковича, так никто и не услышал. А работа полиции на месте происшествия вообще отдельная тема. Судите сами все детали резонансного убийства Дениса Вороненкова в материале Александра Васильченко. Это видео сняли в первые минуты после убийства экс-депутата Российской Госдумы Дениса Вороненкова. Киллер расстрелял его практически в упор. После ранил в живот охранника. Отстреливаясь, телохранитель попал в напавшего. Полицейские увозят охранника, оставив место преступления и улики. По словам очевидцев, Вороненков вместе с телохранителем в половине 12-го вышел из гостиницы «Премьер Палас». На углу здания неизвестный открыл по ним огонь. Перестрелка длилась не больше минуты. Прозвучало семь выстрелов. По версии ГПУ он приехал на машине марки «Део». Силовики пока подробности не разглашают. Но по странному совпадению, одним из первых на месте преступления оказался экс-советник Авакова Илья Кива. Цель своего присутствия не объяснил. Позже полицейские берут в оцеплении место стрельбы. Здесь все залито кровью и разбросаны использованные гильзы. Спустя пару часов к месту убийства приехала и жена Вороненкова, Мария Максакова. Позже на место преступления в сопровождении военного прокурора Анатолия Матиуса приезжает Юрий Луценко. Без комментариев они проходят в гостиницу. Там их уже ждет Максакова и председатель СБУ Василий Грицак. Спустя полчаса все они выходят из здания. Пробиваются сквозь ряды журналистов, садятся в автомобиль. Но через несколько метров машина останавливается. Максакова сопровождение руководителей спецслужб идет к телу на опознание. Сразу после перестрелки в интернете появилась информация, что якобы в центре столицы провели спецоперацию. Глава СБУ проверг причастность ведомства к инциденту. Я могу сказать только то, что у меня нет данных, что это была какая-то спецоперация. Попередние данные, которые у меня, в крайнем разе служба безопасности такой спецоперации не проводила. Тем временем у полицейских своя версия. Андрей Крищенко заявил, Вороненков умер на месте, получив одну пулю в шею, две в область лица и одну в живот. На месте убийства изъяли около 20 гильз и пистолет ТТ. По мнению полицейских, убийство носит заказной характер. Политический мотив не исключает и Луценко. По его словам, Вороненков был ключевым свидетелем в деле Януковича о госизмене. Он уже дал важные показания и на днях должен был свидетельствовать в суде. Более того, генпрокурор заявил, Вороненков находился под госохраной. Почему МВД столь важного свидетеля не уберегло, будут разбираться. А пока выдвигают версии им. Стосовно версий. На этот момент мы имеем две версии. Для того, чтобы их объяснить, треба, чтобы на них обмалювать, треба объяснить, кто был такой депутат Вороненков. Депутат Вороненков працював в Федеральной службе против действий наркотикам и контрабандии Российской Федерации. У него было специальное звание полковник. Он был очень известен за гучной справой российской три кита, которую расследовал его подраздел. Версиями есть как версия убийства свидетельства с правой Януковича, так и версия убийства с правой контрабандии ФСБ Российской Федерации под прикрытием президента Российской Федерации. Также по делу Януковича, как свидетель, проходит еще один депутат Российской Госдумы Илья Пономарев. Как выяснилось, у оппозиционеров была запланирована встреча в гостинице. Вороненков пришел на пять минут раньше. По мнению Пономарева, его смерть была выгодна спецслужбам кремлян. Собирался работать над расследованием вот этих коррупционных дел, которые проходили в России. Хотел сделать такой негосударственный центр расследований для того, чтобы расследовать вот это самое отмывание денег, которые велись российскими правоохранителями. Но вот ему не дали это сделать, поэтому, собственно, и моя основная версия. Самого Пономарева и Марию Максакову намерена взять под охрану СБУ. Что касается киллера, то убийца-политика получил сквозное ранение в голову и позже скончался в больнице, не приходя в сознание. Александр Васильченко, Олег Решетняк, Алексей Шматов, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер.